Это Рома. Ему 14 лет. Еще пару лет назад Рома ничем не отличался от всех подростков. Любил компьютерные игры и фильм «Звездные войны». Он занимался спортом, каратэ, велосипед, друзья. Ничего такого особенного, обычная жизнь. Но летом 2019 года на отдыхе Рома укусил клещ. Мама отвезла сына в больницу. Рома прошел курс антибиотиков от энцефалита, но через неделю мальчик почувствовал недомогание. Болела голова, была слабость. Романа определили в больницу. И уже из обычного отделения увезли в реанимационное. Потому что поняли, что состояние очень быстро ухудшается. И именно идет уже отек мозгом. Там уже вели в кому, в искусственную. И дальше уже такое состояние бессознательное, так скажем. Сейчас Рома не двигается. Ему помогает дышать аппарат искусственной вентиляции легких. Питается он через гастростому, специальную трубку в животе. Раньше, как все дети, Роман любил сладости. Любил кофе. Сейчас только смесь. Мама постоянно рядом с Ромой. Следит за его состоянием. Делает гимнастику, чтобы разрабатывать суставы. Ставит Роме ту же музыку, которую он любил раньше. Читает те же книжки. Сложно сказать, какие эмоции Роман выражает. Потому что особой мимики нет. Каких-то особых реакций. Ни улыбки, ни печали. К сожалению, нет. Рома перенес несколько пневмоний. Лежал в реанимации. Родителей пускали в больницу только на час. Для мамы это было очень тяжелое время. Чтобы Роман меньше болел и чувствовал себя хорошо, необходимо много дорогого медицинского оборудования и специальное питание. Родители Романа обратились за помощью в детский хоспис «Дом с маяком». Бывшие друзья Ромы и учителя постоянно интересуются его здоровьем. Врачи не дают прогнозов, но говорят, что мозг может частично восстановиться. Часть функций каких-то замещать, которые были потеряны, то, конечно, мы надеялись и надеемся, что хотя бы частично что-то будет заменено и что-то вернется. Хотите помочь Роману Самойлову, отправьте в фонд «Дом с маяком» смс на номер 12-0 с суммой пожертвования, например, «Маяк-500». И не забудьте ответить на смс-подтверждение, иначе ваша помощь не дойдет.